Большой выпуск о бренде Урьяш, о моих фаворитах, о моих менее удачных продуктах, которые я смогла протестировать за последние несколько лет знакомства с этим брендом. Я, наконец-таки, выпускаю это видео, я очень долго к нему шла, потому что каждый раз выходят какие-то новинки, каждый раз я думаю, вот сейчас я попробую еще это средство и, наконец-то, соберусь сделать монобрендовое видео. Мы на брендовые выпуски, одни из самых сложных в создании, потому что требуется большое количество средств, как минимум записи текстур, чтобы действительно было полноценно, интересно и информативно. Всем привет, добро пожаловать на мой канал, здесь мы говорим преимущественно об аптечной косметике, в целом обсуждаем уход за кожей. Если для вас это актуально, обязательно подписывайтесь, переходите в мой телеграм, потому что он очень интересный, очень полный, с множеством полезных постов, обзоров и информацией об уходе за кожей. Также я делюсь там иногда личными моментами, например, фоточками из отпуска, в котором я недавно побывала, поэтому был перерыв вещаний на моем канале. Но, тем не менее, я ежедневно в комментариях общаюсь с вами и отвечаю на ваши вопросы, обязательно переходите и подписывайтесь. Как я уже сказала, мы обсудим бренд сегодня Урьяш, с которым я знакома много лет. Года с 17-го я его покупаю, причем раньше, когда я только пришла еще работать в свою первую аптеку, он был более популярен, чем сейчас. Он часто назначался дерматологами, сейчас он на самом деле отошел на второй план. Конечно, это, скорее всего, связано с внутренними продвижениями бренда, так или иначе, чтобы врачи его назначали, необходимо работать тех же медицинских представителей более активно. Но, тем не менее, если вы интересуетесь аптечным сегментом, то, скорее всего, вы этот бренд знаете, может быть, и любите, и даже часто покупаете. Я сделала упор сегодня, конечно, на своих фаворитах, потому что гамм огромное количество. Я, кстати, сделала удобные тайм-коды по гаммам, которые сегодня будем обсуждать. Вы можете посмотреть определенные, если вас интересуют. Но, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий к этому видео, чтобы его увидело как можно больше людей. Это очень важно для того, чтобы мой труд не пропал даром. Начнем мы, пожалуй, с термальной воды, потому что это основа всех средств бренда. Это вообще с того, с чего вообще начинался бренд, как и некоторые другие аптечные. Это с источника термальной воды во Франции. Собственно, бренд французский, с многолетней историей. И, конечно же, их термальная водичка входит не только в состав каждого продукта, но и отдельно выпускается во флаконах. Сразу скажу, это не моя любимая абсолютно термальная вода. Я ее использую как расходник, чтобы поберечь объемы термальной воды АВН, которую я обожаю. И наношу ее в процессе микротоков поверх геля, по которому, собственно, процедура и проходится. Поэтому она у меня есть, но так или иначе я вообще не фанат. Для меня она слишком соленая. Если вам интересно посмотреть видео об отличиях, составах и вообще сути термальной воды, то ссылочки на это видео я оставлю обязательно в описании. И прежде чем перейдем к первой гамме, которую сегодня обсудим, помимо термальной воды, я обязательно упомяну, что это видео никем не спонсировано. Я его снимаю по своей личной инициативе. Да, какие-то продукты в последние года полтора иногда приходили в рассылках от бренда, но это никак не влияет на мое мнение. Здесь будет как и положительное, так и отрицательное. Вообще, знаете, с брендом Урияш у меня всегда очень строго 50 на 50. Вот с этим брендом у меня получается так, что если я беру какой-то продукт, он либо мне очень понравится, либо не понравится вообще. Как правило, продукты, в которые как-то непонятно, как-то мне не сложить определенного мнения, практически не встречаются. С этим брендом либо любовь, либо ненависть. Конечно же, все продукты одному человеку подойти не могут, они созданы под разные задачи, но я с точки зрения своего видения и вообще опыта работы с продуктами и с людьми, которые подбирают себе уход, смогу составить какую-то определенную картинку. Конечно, истинной в последней инстанции оно не является. Гамма термаль. Давайте начнем с нее. Она достаточно обширная и весьма популярная, потому что в ней есть, например, базовые увлажняющие средства для лица, для тела, и многие начинают именно с этой гаммы. Там, пожалуй, самый популярный продукт среди многих – это water cream. Это их легкий увлажняющий крем. Но вот сразу упомяну, что это вообще не моя история, как и эссенция, хотя я люблю такой формат в этой гамме, потому что это то, что просто наносится на мое лицо, оставляет какую-то пленку ощутимую, заметную глазу, и ничего не делает. Плюс у этой гаммы есть отдушка практически во всех средствах, которая на лице достаточно ощутимая и долго остается, что для меня тоже минус, скорее, чем плюс. Поэтому давайте сделаю упор на своих фаворитах. Первое – это, конечно же, молочко для тела. Это то, что я бы сейчас купила в объеме 500 мл, но у меня появились очаги экземы на фоне приема системных ретиноидов, поэтому временно средство с отдушками для тела не для меня. Но это потрясающее, нежнейшее, интенсивно увлажняющее средство, которое подойдет склонной к сухости кожи. Если у вас очень сухая кожа, то и на летний период тоже. Но, в принципе, кидайте в корзиновую, скорее всего, с приближением осени-зимы, потому что, несмотря на слово молочко, это скорее нежный, облегченный крем. У него прекрасная текстура, которая быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу, длительно держит это увлажнение, потому что для меня не все кремы для тела хорошо работают. И здесь, конечно же, есть та самая отдушка этой гаммы, но на теле она раскрывается очень приятно, тонко и ненавязчиво. Настолько я люблю эту отдушку, что как-то мне в наборе или в рассылке приходила свеча с запахом этой гаммы. Выглядит свеча вот таким образом в матовом стекле и, собственно, аромат у нее этих средств. И настолько мне этот запах понравился, особенно в формате свечей, что я одну свечку закончила и вторую даже отыскала и купила повторно отдельно. Хотя она так просто не продается там среди ассортимента бренда. В общем, это запах такой чистоты, пудровости, нежности, тонкого цветочного аромата. И все это очень красиво, приятно раскрывается. В общем-то, из разряда молочка для тела я бы еще порекомендовала свой любимый крем для рук, тоже из гаммы отермаль с таким же тонким ароматом. Текстура у него уже чуть более такая насыщенная, чем у молочка. Удобно брать с собой, потому что это формат по 50 мл. Я этот крем для рук очень много раз повторяла. Раньше продавались до опаки этого средства и удобно взять с собой, потому что он помимо хорошего увлажнения и тонкого аромата дает отсутствие липкости и жирности. То есть он быстро впитался, вы сразу можете что-то делать, сразу можете касаться предметов и не будет никакой проблемы. При этом, конечно же, это средство, которое используется, если у вас нет повреждений, нет очков дерматита на коже для относительно здоровой кожи, для такого базового ежедневного интенсивного увлажнения, как и вся в принципе гамма об этом задумана. Для лица по большей части у меня нет прям каких-то суперфаворитов, но что бы я отметила, с чем я давно, например, знакома, это ночная маска. Для летнего ухода очень классная в плане охлаждения. Опять же, если у вас нет розация, нет какого-то поврежденного, раздраженного состояния кожи, она гелевой текстуры, красивого такого голубого цвета, для увлажнения кожи создана, и она ее охлаждает. Поэтому в жару классно ее, например, наносить на кожу. Я, несмотря на то, что называется ночная и предназначена для всей ночи, в течение ночи ее использовать, я ее наносила на 40-60 минут и смывала с водой. Эффект все так же оставался, потому что спать с этой липковатой маской не очень комфортно. Но, тем не менее, я ее несколько раз покупала. Это был, кстати, один из первых вообще продуктов у бренда, который я пробовала. Еще из новенького в этой гамме как раз-таки обновлений – это сыворотка. Она у них обновилась, сейчас она во флаконе с пипеткой. Классическая гелевая сыворотка с 1,5% гиалуроновой кислоты, с экстрактом алтея и той самой тонкой отдушкой, которой, конечно же, в идеале бы не было в средстве для лица. Но так как эта гамма создана для относительно здоровой кожи, для базового ухода, здесь отдушка вполне себе неудивительно, что встречается. Поэтому, если вам хочется какой-то легкой гелевой текстуры в качестве дополнительного увлажнения к вашему основному уходу, к вашему крему, то вы можете обратить на нее внимание. Я тоже обзор на нее ранее делала. Не плохая, но без спецэффектов, то есть какого-то успокаивающего или восстанавливающего защитный слой, защитный барьер, микробиом кожи, такого эффекта от нее не ждите. Но просто как доп. увлажнения, доп. удержания влаги вполне себе почему и нет. Следующая гамма, о которой я хотела бы сегодня поговорить, это Толидерм. Это гамма такого розового оттенка. Она создана для кожи гиперчувствительной, склонной к реакциям при нанесении косметических средств. В общем-то, очень чувствительной. Там не так много продуктов. И, кстати, пару лет назад, наверное, эта гамма обновлялась. То есть весь ее ассортимент и продукты были изменены как внешне, так и по составу. Я еще была знакома со средствами Толидерм до этого обновления. И даже тогда они мне, в принципе, нравились. Что здесь могу отметить? Вся эта гамма идет без задушек, конечно же, с минималистичным составом, потому что она, опять же, создана для реактивной кожи. Есть новенькое гель-молочко, которое я обозревала на канале в тубе для очищения кожи, в частности, от макияжа и не только. Я бы, конечно, рекомендовала его для очищения очень хрупкой, тонкой, раздраженной кожи не столько от макияжа, как просто в качестве мягкого умывания, либо даже безводного средства. Я рассказывала много раз про безводное очищение кожи в случае, если контакт с водой затруднен и вода является триггером к раздражению. Это бывает в случае определенных дерматозов, их обострений. Вот как раз это средство нежнейшее для этого и создано. В остальных случаях я бы рекомендовала брать что-то более интенсивное для снятия макияжа, потому что больше эффекта будет от мицеллярной воды или гидрофильного масла, чем от этого гель-молочка. Дальше крем для контура глаз из гаммы Толидерм очень рекомендую. У меня пустая банка, я ее закончила, хотя не все попадают в пустые банки, конечно же. Удобный тюбик с дозатором, приятная кремовая текстура, которая хорошо впитывается, но самое главное, он устраняет какие-то покраснения, дискомфорт, стянутость, раздражение, сухость, если у вас появляется на контуре глаз. Если вы такое за собой замечаете и вам нужен какой-то базовый ежедневный крем, обратите внимание, он вполне себе приятный, он не конфликтует с декоративной косметикой и, собственно, с основной задачей справляется. Очень приятно было его использовать, рука тянулась, поэтому если эти запросы актуальны для вас, то обратите внимание. И в этой гамме есть еще две текстуры кремов для лица, тоже в тубе с дозатором, что тоже очень хорошо, когда мы говорим о чувствительной коже, идеально будет использовать средства с дозатором, где не будет попадать воздух, загрязнение и так далее, потому что все это может тоже триггерить кожу и, соответственно, раздражать. У меня были пробники двух этих текстур, они как раз-таки отличаются тем, что одна более легкая для нормальной комбинированной кожи, склонная к жирности, и вторая лишь насыщенная для того, чтобы использовать на коже более сухой, отличается просто по плотности. Опять же, как хорошая база для кожи, которая на все реагирует, имеет место быть. Также для сочетания с активами, например, раздражающими, кислотами, ретиноидами, тоже можно обратить свое внимание. Без каких-то спецэффектов, знаете, такая хорошая база, ничего необычного. Гамма-барьедерм, которая предназначена для ухода за раздраженной, поврежденной кожей, достаточно обширно представлена, в ней очень много разных продуктов, как для лица, так и для тела. Здесь я опять же сделаю упор на свои любимые, особенно интересные продукты, и эти все средства можно использовать как базовый уход, то есть не только когда у вас кожа повреждена или раздражена, например, она просто очень чувствительная. И все продукты в гамме Барьедерм без отдушек, что тоже очень важно упомянуть. Начну я со своего самого любимого продукта, о котором я тысячу раз уже рассказывала и очень много раз его покупала, это сыворотка. Но важная информация делилась, как раз-таки эта информация у себя в телеграм-канале, все новости там я стараюсь публиковать, что касается аптечных брендов в том числе. Гамма-барьедерм, в частности, несколько продуктов, которые с пометкой цикадели, а таких два в российском ассортименте и три в целом, они сейчас будут менять свой облик. То есть внешняя упаковка по цвету и у сыворотки по форме поменяется. Сыворотка, например, сыворотка, например, приобретет вид сыворотки отермаль, то есть это снова будет флакон с пипеткой вот такой вот классической, нежели была здесь с кнопкой раньше, что было весьма интересно и удобно. И по составу она, собственно, не поменяется, она по цвету останется такая же, но вот внешне поменяется упаковка. У гель-крема, который тоже цикадели, поменяется на синий, темно-синий оттенок туба. И еще интересно, в этой гамме с пометкой цикадели появился крем в банке, он доступен в европейских странах, я очень надеюсь, что он к нам придет. Я разбирала его состав и свойства в телеграм-канале. Опять же, очень интересный экземпляр для кожи поврежденной, с поврежденным защитным барьером, раздраженной, чувствительной, которой нужно восстановление и хорошее увлажнение. Если вам он доступен, обязательно попробуйте, если это ваш запрос, потому что гель-крем, на мой взгляд, у барьерной цикадели неудачный продукт, он особо ничего не делает, он не увлажняет, просто пленкой находится на коже. А вот сыворотка и новенький крем-банки весьма многообещающе выглядят. Начну про сыворотку. Здесь как раз-таки минималистичный состав, отсутствие тонула и одушек, здесь центелла, здесь пребиотик, здесь гиалуронка, термальная вода, урьяж, конечно же, и здесь легкая, водянистая, даже не гелевая, а водянистая, невесомая текстура, которая в ноль впитывается. Это позволяет использовать сыворотку на абсолютно любом типе кожи, даже на жирной, когда очень сложно найти не липкие сыворотки, не гелевые, не кремовые, а вот именно невесомые водянистые. Я, опять же, ее покупала много раз в обострении розации для ежедневного ухода, чтобы снижать реактивность. При использовании каких-то активов можно утром-вечером наносить под ваш крем, под SPF, куда угодно. Она потрясающая тем, что она именно минималистичная и работает, поэтому я ее безумно рекомендую. Это вообще один из любимых продуктов от бренда урьяж, который я часто обозреваю, включаю в свои подборки. Классика жанра гамма-барьедерм, это, конечно же, цико-крем. Я здесь прикреплю картинку, не помню, есть ли у меня подсъемы текстуры, но представляет он собой очень тугой такой тянущийся крем. Я бы сказала, очень окклюзивный и практически похож на пасту в каком-то смысле. Классика, знаете, такого аптечного сегмента, те самые цико-кремы, которые, как правило, создают такой защитный барьер на коже, предназначены для того, чтобы защищать кожу после косметологических процедур, например, при зимних перепадах температуры, сухости, холода, обветривания и так далее, когда есть какие-то ранки, повреждения, раздражения, дерматит и так далее, всё туда же. Его очень многие любят, как со-средство, можно и на всё лицо наносить, если это необходимо, на тело, куда угодно, локально, для детей и взрослых. В общем, такой спасатель, который должен быть в каждой аптечке, в каждой косметичке. Я его тоже периодически покупала раньше, но среди цико-кремов это не самый любимый. Я люблю больше цикопласт, он более такой комфортный в использовании на всё лицо, например. Ну, Боридерм тоже весьма интересный и многими любимый. Кстати, его можно купить даже в формате 15 мл, что очень удобно для знакомства. Боридерм крем с SPF 50, есть ещё такой вариант, я его тоже очень люблю. Он создан для того, чтобы одновременно ухаживать за повреждённой, раздражённой кожей, например, опять же, после процедур косметологических, но и защищать от солнца. То есть, это не ежедневная защита от солнца для всех, да, вот всем подряд нужно его взять. Скорее, это сухая, раздражённая, повреждённая, которой не каждый сэнскрин сейчас подойдёт. Нужно одновременно ухаживать, восстанавливать и защищать. Вот на такой случай можно его применять. Изолирующий крем для рук есть, опять же, в этой гамме, я его обозревала. Он тоже своеобразный. Это скорее такая барьерная защитная перчатка, которая образуется на вашей коже рук для того, чтобы защищать от агрессивных факторов, холода, бытовой химии и так далее. Он не столь интенсивно увлажняющий, сколько именно изолирующий от внешних факторов. Его тоже каждый день не будешь намазывать, скорее это восстанавливающая такая текстура, защищающая на определённые случаи. Вообще, по гамме Боридерм, где можно посмотреть все сводчи и все средства, есть отдельное видео на канале, как и о других некоторых гаммах бренда Урияш. Я ссылки на такие монобрендовые обзоры отдельной гаммы оставлю обязательно в описании. Если вас конкретная гамма заинтересовала, вы можете туда перейти, потому что здесь не все баночки у меня сохранились, не все сводчи могу прикрепить в это видео. Постараюсь, конечно же, это сделать. Из новенького, что я попробовала у гаммы Боридерм, это вот такая вот баночка Боридерм Цика. Это, ну скажем так, такая восковая штучка для локального применения, например, на стопы, на пятки, колени, локте, где нам необходимо заполнить, может быть, трещинки, повреждения кожи, при этом смягчить, изолировать, чтобы не испарялась обидно влага, на особенно сухих повреждённых участках с трещинами. Действительно выглядит буквально как и ощущается, как что-то парафиновая, в принципе, он на основе парафина и создан, без запаха, без цвета, он тает под теплом рук и хорошо начинает распределяться. Мне он понравился в качестве средства для локтей и пяток, очень хорошо восстанавливает, смягчает, трещинки заживляет. Если вам такой продукт актуален, обратите внимание, здесь баночка небольшая, 40 грамм, но поверьте, его очень надолго хватит, потому что необходимо небольшое количество разогреть в руках и нанести на тот участок, куда вам это необходимо. Поэтому, если вас заинтересует, вы знаете, что из этого выбрать. Гамма-дипедерм предназначена для ухода за кожей с гиперпигментацией, неровным тоном. Вообще о гиперпигментации у меня есть отдельное видео на канале, подробно о причинах, видов и способах её коррекции. Если для вас эта тема актуальна, обязательно посмотрите, здесь, потому что там от ада я всё разобрана абсолютно с примерами. У бренда Урьяш, конечно же, есть такая гамма, хотя на самом деле среди аптечных брендов не все представляют в российском ассортименте средства от пигментации, но тем не менее Урьяш один из тех, у кого эта гамма достаточно обширно представлена и достаточно давно. Здесь произошли некоторые обновления продуктов внешне и некоторых продуктов даже по составу и вообще запустились новинки. Я в целом не обладатель гиперпигментации, иногда локально бывает по контуру губ или контуру глаз, что в принципе я быстро решаю, но в целом я ежедневно, если выхожу на улицу, использую солнцезащиту, поэтому гиперпигментации у меня нет. Но я не могла эту гамму не затронуть сегодня, потому что вышла потрясающая новинка, которой я пользуюсь, несмотря на то, что у меня нет гиперпигментации. Сейчас объясню почему. Вышла сыворотка Дипидерм, вот такая красивая оранжевая оттенка. Я подробно до того, как она у меня появилась, обсуждала ее как раз-таки в Телеграм-канале. Стоит ли обратить внимание, что там в составе, что она из себя представляет, кому нужна и кому не нужна. Поэтому опять же там дополнение, скорее Ютуб-канал это дополнение к Телеграм-каналу, в котором прям обширно ежедневно обсуждаются какие-то косметические средства. Так вот, почему стоит обратить на нее внимание, даже если у вас нет гиперпигментации. Потому что, как я уже объясняла очень часто в своих роликах, не стоит зацикливаться только на заголовках, на упаковке, потому что очень многие активные компоненты в косметике выполняют различные роли. То есть могут использоваться, например, в антиэйч, например, при розации одновременно, или что-то одновременно используется при акне и при розации. То есть нет такого, что вот этот компонент только при гиперпигментации. В остальных случаях нельзя и все. Нет, на самом деле, это не так. Поэтому если вы будете понимать именно суть активных компонентов и что искать в косметике, то вы не будете ориентироваться на вот эти заголовки, что это от пигментации, либо только от акне. Так вот, в этой сыворотке прекрасный набор антиоксидантов, которые нужны практически всем, не только тем, у кого гиперпигментация, потому что солнечное воздействие, воздействие ультрафиолета, это то, что повреждает наши клетки как раз-таки за счет образования свободных радикалов. И антиоксиданты помогают эту защиту поддерживать и усиливать в паре, опять же, солнцезащитой. Здесь у нас витамин С в стабильных формах, две стабильные формы. Суммарно я нашла такое обозначение как 20%. Но я не могу за это ручаться, потому что точно ли это именно на эти две формы имеется в виду или что-то дополнительное. Но тем не менее не пугаемся, потому что это стабильный витамин С, и он совершенно не раздражает. Я использую эту сыворотку сейчас, когда принимаю системные летиноиды, при которых у меня вообще супер повышена чувствительность кожи, и она реагирует практически на всё. Эту сыворотку я переношу прекрасно. Плюс здесь помимо витамина С в стабильной форме есть неоцинамид, который я очень люблю, и есть глицеризат калия, который является производным глицеризиновой кислоты. Глицертиновая кислота, она как раз таки является и противовоспалительным, и депигментирующим, успокаивающим компонентом, который тоже лишним в принципе не будет. Нет этанола и отдушек, что очень большая победа, очень сложно найти сыворотку ещё и со стабильным витамином С, чтобы этанола и отдушек не было. Поэтому я ставлю этой сыворотке жирный лайк. По текстуре она не столько даже гелевая, сколько знаете, скорее водянисто-гелевая, то есть эта сыворотка впитывается сразу же в ноль, она не оставляет никакой липкости, она прекрасно в паре работает с любыми косметическими средствами, я наношу под свой крем, под сэнскрин, куда угодно, преимущественно в утреннем уходе. Поэтому оценить с точки зрения пигментации я её не смогу, но то, что это прекрасный коктейль антиоксидантов, вообще витамин С, который для сияния и для ровного тона пригодится многим, это 100%. Поэтому я её продолжаю использовать, тестировать, обязательно подробный пост выпущу в своём Телеграм-канале. Ещё у меня к ней пришли два средства Дипидерм, которые я обязательно буду тестировать дальше, всё это протестировать за недельку-другую невозможно, всё это делается постепенно. Здесь у меня дневной крем с SPF 50, с ним, к сожалению, пока что у меня не получается подружиться, я попробовала его наносить, он скатывается безудержно сразу же, то есть он вообще не даёт шанса нормально нанести его на кожу. Я буду, конечно, пытаться его приручить, но пока что, увы, не могу его рекомендовать. Крем для глаз не тестировала, не открывала, но обязательно вам подсниму здесь текстуру, потому что это то, что я буду тестировать на протяжении нескольких месяцев именно уже на пигментации. У меня в области контура глаз она появилась, поэтому мне будет что сделать в качестве фото до-после. Обязательно это тоже опубликую в Телеграм-канале. Ну и в целом у этой гаммы есть ещё ряд других продуктов, вы можете посмотреть, там и очищающее средство есть, и интенсивный локальный уход, поэтому если у вас эта тема интересует, то у Урьяш есть на что посмотреть. Следующая гамма – это Жинфи, это интимная гигиена. Да, очень редко встречается вообще, по-моему, практически единственный бренд, может быть, ещё один назову, у кого есть средство для интимной гигиены в российском ассортименте. И у бренда Урьяш несколько средств в этой гамме представлено. Я смогла познакомиться только с одним продуктом – это классический очищающий гель Жинфи для ежедневного ухода. И вы знаете, на удивление, мне он очень понравился, несмотря на то, что я в этой области вообще не экспериментирую. У меня один гель, которым я пользуюсь более 10 лет, и я никогда ни на что его не меняю. Но здесь меня пришёл в новогоднем, по-моему, подарке. Этот гель я решила попробовать, и мне действительно он очень понравился. Он по текстуре густой, такой насыщенный, плотный гель, который пенится буквально с небольшой капли в густую, пушистую, очень приятную пену с тонким, нежнейшим ароматом. Он такой вот парфюмированный, но настолько приятный и очень интересный, необычный в косметике, что мне безумно он понравился. Не вызывал у меня никаких негативных реакций, вообще никаких нареканий. Здесь у него мощная основа из комбинаций жёстких и мягких пав, что на выходе мы получаем как раз-таки такой баланс и умеренное очищение, и не слишком мягкое, не слишком агрессивное и сушающее. Дополнительно есть молочная кислота в составе. По возрасту написано, что он предназначен с 4 лет, то есть практически можно использовать в обширном диапазоне. Единственное, почему мне не тянется к нему постоянно рука, это его формат. У него есть формат 200 мл туба, по-моему, есть ещё, кстати, туба 50, и есть с дозатором пол-литра с удобной помпой, которой классно поставить в ванну и использовать. Но эта туба у них неудобная каждый раз открывать эту тугую крышку. Я не люблю в душе использовать ничего в тубе, поэтому из-за этого у меня к нему не так тянется рука, как хотелось бы, но если перелить куда-то, то, я думаю, он быстро закончится. Поэтому могу рекомендовать, если вы хотели что-то попробовать. Ещё помню, часто мне присылали средства Женфи, спрашивали, пробовала ли я. Так вот, попробовала, и могу гель рекомендовать. У меня к нему никаких нареканий нет. Гамма-розельян, о которой я редко говорю на своём канале, хотя я как раз-таки обладатель розации, и тот самый пациент, который как раз-таки должен, по идее, пользоваться и любить гамму-розельян у бренда Урияш в том числе. Но это одна из самых неудачных и нелюбимых мною гамму бренда. Я сейчас расскажу почему. Созданы эти продукты как раз-таки от покраснений. На них написано крем от покраснений, маска от покраснений, для кожи с куперозом, к тенденции с розацией, к стойким покраснениям к эритеме и так далее. Но вы знаете, как я уже рассказывала в своём старом видео о розации, который наибольшее количество вообще просмотров на моём канале набрал, что часто у меня случается так, что средства, на которых написано от покраснений, вызывают у меня эти самые покраснения. И так происходит не только с брендом Урияш, но и многими другими. Поэтому гаммы, предназначенные специально для розации, я очень часто обхожу мимо, потому что заведомо уже знаю, что, скорее всего, у меня с ними не складывается. И так и происходит. У розыльян гаммы много всего, там есть разные текстуры крема и в банке, и в тубе, и маска есть, и есть ССПФ крем, и есть тональный ССПФ, который, кстати, мы тестировали выпуски про тональные аптечные, он оказался самого жуткого оттенка и совершенно не подходит нормальному светлому оттенку кожи. Он прямо вот цвета варёной сгущёнки. Как его использовать, неизвестно. Но сейчас не об этом. Основная проблема в том, что и маска, и крем в двух текстурах вызывает у меня покраснение даже на спокойной коже. То есть я уже не говорю про то, чтобы я наносила это на кожу в обострении розация. Я когда пробую какие-то косметические средства, всегда их начинаю использовать строго в спокойном состоянии, то есть не когда кожа прям в мясо. И вот на этой спокойной коже эти средства провоцируют у меня очень сильное раздражение, покраснение сразу же. К сожалению. Хотя, например, крем в банке насыщенный резельян обожает моя мама, у которой просто склонная к обезвоженности кожа, атопичная, но без розации. Хотя должно быть наоборот. И ещё у меня есть претензия к некоторым средствам, которые я уже перечислила в этой гамме, потому что в составе, помимо того, что это средство с одушкой, мы ещё видим краситель, мы ещё видим мику. Непонятно для чего. Если это средства от покраснений, то они как минимум должны исключать из себя все эти лишние, ненужные компоненты, которые и так заведомо являются триггерами для такой сверхчувствительной, сверхреактивной кожи. Я бы больше поняла, если бы средства Толидер назывались от покраснений, потому что у них хотя бы минималистичный и нормальный состав, нежели резельян. Я правда не понимаю эту логику, и возможно это просто во мне дело, но правда опыт показывает, что эти средства в лучшем случае ничего не делают с кожей с розацией, судя по консультациям и опыте вашим с этими средствами, нежели вообще оказывают какой-то эффект, но чаще даже вызывают какие-то неприятные последствия. Единственное, что я люблю в этой гамме, это очищающую эмульсию. Очищающую эмульсию – это нечто похожее на Толидерм гель молочко по смыслу, но другая текстура. Конечно, там есть отдушка, но уж ладно. В целом это средство у меня ничего не трагерит, и я его очень любила и много раз покупала, когда у меня только появилась розация несколько лет подряд для очищения безводного в том числе. То есть я его использовала как безводное очищение, когда контакт с водой был невозможен, и я его очень люблю. Если бы еще оттуда убрали отдушку, он бы был приближен к идеальному очищающему средству для кожи с розацией. Но все остальное я правда не понимаю, поэтому на моем канале вы их не видите. Эти все средства у меня были, когда я еще вела Инстаграм, запрещенную соцсеть, и там об этом всем писала. Повторно, естественно, для этого видео покупать это все провальное для себя я не стала, но это исключительно такой мой опыт и мои наблюдения. Давайте теперь посмотрим такую условно гамму очищающих средств, которые объединяют в себя разные продукты. Все они созданы для очищения, но в разных форматах, для разных типов состояния кожи, и они как-то не входят в какие-то гаммы, насколько я за все это время понимаю, они просто объединены в очищающие средства для гигиены. Что я бы здесь отметила? Во-первых, сюда входят три вида мицеллярной воды с розовой крышкой, зеленой и голубой, по традиции, как у многих брендов так различаются, розовая для чувствительной кожи, зеленая крышка для проблемной и синяя для сухой. У меня была зеленая крышка и мицеллярная вода до того, как у меня возникла розация, но мне она очень нравилась. Синяя крышка была в то же время, она не подошла, вызывала раздражение. С розовой крышкой я решила исправиться и попробовать ее к этому выпуску, чтобы вам рассказать, по идее, для чувствительной кожи очень должна мне подойти. Спойлер нет. И это на самом деле жуткая ситуация, которая у меня произошла. Вот опять же вы можете наблюдать, что у меня сурьяш либо любовь, либо ненависть с продуктами. И здесь, к сожалению, второй вариант. Ситуация в чем? Да, это мицеллярная вода с садушкой, но я много мицеллярных водичек с садушкой могу использовать, вполне себе безобидно. Я не знаю, что именно меня здесь триггерит, но сразу после нанесения от этой мицеллярной воды, сразу. То есть не то, чтобы я там смыла ей и так оставила. Нет. Я сразу покрываюсь буквально красными волдырями, такими папулами, и вокруг все в красных пятнах. Я прислала даже видео своему дерматологу, как это выглядит сразу же, как только я касаюсь лица этой мицеллярной водой. Причем лица со спокойной кожей. Это нереально. Я впервые вижу у себя реакцию такую на мицеллярную воду. И я долго еще потом эти высыпания лечила. То есть это выглядит как обострение высыпаний при розации, но они появляются мгновенно, сразу. Это ужасно. Я, конечно, не говорю, что у всех будет такая реакция, но у меня, к сожалению, такой опыт сложился, и рекомендовать эту мицеллярку я не могу. В отличие, допустим, от зеленой, если у вас не проблемная в плане розация кожи, то вы можете обратить на нее внимание. Она, к слову, тоже с садушкой. Вот мицеллярке было бы здорово делать хотя бы одну из трех, без запахов. Я не знаю, может быть, у меня на экстракт абрикоса, который входит в состав этой мицеллярки реакция. Я не знаю, потому что именно ПАВ здесь нормальный, с которым я часто встречаюсь в других мицеллярных водичках, но что-то меня стригрило. Хотя она называется гипоаллергеном, но ничего гипоаллергенного не существует в принципе. Поэтому на это можно не обращать внимания. Из очищающих средств что еще могу порекомендовать? Очищающий пенящийся крем. Он стал очень классным после переиздания. Я картинку здесь прикреплю. У меня он был в тревел-версии. Я брала с собой как универсальное средство для лица и для тела сразу же. Он очень насыщенный, кремовый, классной текстурой. Хорошо вспенивается, хорошо очищает. Достаточно хорошо очищает не до скрип, но тем не менее кожу. И при этом не раздражает ее и не пересушивает. Конечно, если у вас сухой тип кожи, тогда еще у меня была комбинированная до приема СР. Она на сухой коже, наверное, может чуть-чуть подсушить. Но нормальную, комбинированную, жирную идеально. Для тела тоже очень приятно использовать. Классное средство. Там тонкий, приятный аромат. Не навязчивый. Очищающий мусс, который я очень люблю и рекомендую. Если у вас нормальная комбинированная кожа, если вы любите пенки, которые сразу же подаются из дозатора для ежедневного очищения кожи лица, если вам, в принципе, не смущает наличие одушек в очищающих средствах. Здесь она тонкая, очень приятная. Кстати, есть офтальмологический контроль. То есть, можно на контур глаз наносить эту пенку. У меня была комбинированная, когда кожа, повторюсь, до приема СР, я очень полюбила эту пенку. Ежедневно очищать ее кожу было безумно приятно. Она не раздражала, не пересушивала. Но не рекомендую вестись на обозначение, что она снимает макияж. Макияж и санскрин мы смываем всегда в два этапа. Сначала мицеллярная вода, либо гидрофильное масло, и потом уже пенка, гель, крем-гель, все что угодно по вашему типу кожи. Одна пенка в соло качественно от санскрина и от макияжа не смоет. Поэтому вы рискуете покрыться высыпаниями, забитыми порами и так далее. Это никому из вас, скорее всего, не нужно. Она в меру деликатная, не очищает до скрип, очень классная, базовая. Прям ее полюбила в то время, закончила до конца. Если бы у меня не изменились потребности кожи, я бы ее могла повторить. Двухфазное средство, тоже прикреплю картинку, есть у бренда Урьяш. Когда-то я обозревала его, опять же, запрещенной соцсети. Я не покупаю отдельно двухфазки, просто потому что мне лень плодить дополнительную банку на полке. У меня есть мицеллярки, которые всегда справляются со своей задачей. Но если вдруг для суперстойкого мейка вам нужна двухфазное средство, которое содержит и масляную фазу и, собственно, мицеллярную для того, чтобы удалять стойкие загрязнения, то Урьяш она очень приятная, классная, не раздражала, справлялась с задачей. И она в таком компактном варианте, по-моему, 100 мл. Поэтому ничего плохого о ней сказать не могу. Переходим к гамме для проблемной кожи. Скорее всего, она многих интересует, в отличие от всех перечисленных ранее средств. Гамм это то, что предназначено для ухода за жирной, комбинированной кожей, с тенденцией к воспалениям, черным точкам и так далее. Здесь очень много разных продуктов. Я постараюсь большинство затронуть, несмотря на то, что я не обладатель проблемной жирной кожи с акне, но тем не менее что-то я успела потестить до того, как у меня появилась розация, потому что у нее была комбинированная с единичными высыпаниями кожа, либо то, что я смогла увидеть в работе на консультациях. Поэтому я самые интересные экземпляры сегодня обязательно выпуск включу. Начнем с очищения. Здесь есть три варианта очищения с водой. Это гель классический, который я считаю, что можно использовать в редких случаях на коже. Очень жирный, плотный и ни в коем случае не обезвоженный, иначе он будет очень сильно разрушать защитные барьеры, пересушивать. Он очищает достаточно интенсивно, хорошо пенится и представляет такой классический гель для жирной кожи лица. Есть также мыло без мыла, так называемое. Оно еще встречается у других аптечных брендов. Это формат того же геля для умывания классического, но в формате такого брусочка якобы мыла. На самом деле мыла никакого там не содержится, там все напав, но в таком формате компактном, может быть кому-то удобней для тела, если есть высыпание на спине, либо опять же для лица. Вы просто вспениваете в руках, получаете пенку, наносите на кожу и как обычный гель используете. Либо третий формат, который я попробовала недавно. Мне было безумно интересно. Очень много лет я пыталась дойти до этого продукта. Это очищающий крем. Он выглядит внешне так же, как очищающий гель, но на нем, собственно, написано, что это очищающий крем для пересушенной в результате лечения кожи для лица и тела. Такие кремовые форматы в гаммах для проблемной кожи всегда позиционируются для кожи на лечение акне, вследствие которого у нас может наступать обезвоженность. Как раз таки на СР, на внешних каких-то топических ретиноидов, например, при акне, которые используются, мы переходим на такие более мягкие средства. Но честно говоря, я бы рекомендовала обратить на это средство внимание, даже если у вас жирная комбинированная кожа, не находящаяся на лечении. Потому что очень часто мы используем агрессивные те самые классические гели в линейках для жирной кожи и приходим к обезвоженности. Этот очищающий крем пенится, пусть и не очень интенсивно, но тем не менее пенится, дает такую приятную пенку, хорошо смывается, не оставляет никакого ощущения жирности или пленки на коже и подойдет для ежедневного регулярного очищения жирной комбинированной кожи даже вне лечения и вне обезвоженности. Для того, чтобы как раз таки эффективно, но без повреждения защитного барьера кожу очищать. Единственное, что здесь есть отдушка, к сожалению, опять же добавляют, хотя кожа на лечении часто реактивная. Например, если вы используете ретиноиды внутрь или наружно, лучше избегать отдушек в косметике, они дополнительно могут триггерить. У меня не вызвало никаких неприятных ощущений, но вот эта отдушка гамма-исяк, она достаточно яркая, для меня не самая любимая, скажем так. Поэтому если вы к этой гамме и к этой отдушке хорошо относитесь, то крем можно рассмотреть. У него действительно такая кремовая консистенция, но опять же он пенится, поэтому это комфортно будет использовать на каждый день, даже вне каких-то особых случаев. Единственное, выпускается он только по 150 мл, потому что, наверное, не самый ходовой продукт в гамме, и нет других форматов, например, большого флакона с дозатором, что было бы намного удобнее. По крайней мере, я просто не люблю очищающих средств использовать тубы, поэтому вот у меня есть такая зацикленность на упаковке с дозатором. Далее очищающее средство есть еще четвертого типа, это гидрофильное масло в маленьком таком флакончике у гамма-исяк. У меня оно тоже было, мне оно понравилось, но у многих вопросы к тому, что оно на минеральном и подсолнечном маслах. Минеральное масло многие окнешники боятся, хотя это смываемый продукт, который вы далее смываете еще гелем или пенкой. Мне нравилось, никаких негативных нареканий не вызывало, но здесь опять же на любителя. Тоник, который я рекомендую обратить на него внимание, несмотря на то, что он кислотный и спиртовой, не для ежедневного нанесения, ни в коем случае с кислотами. Это тоник у гамма-исяк, который один из интересных экземпляров и рабочих в аптечной косметике. Это то, что будет отшелушивать кожу, выравнивать, сужать временно поры, очищать их, регулировать себум, но опять же не нужно наносить его каждый день. Это примерно 2-3 раза в неделю максимум. Это не только лицо, но и шея, но и декольте, и спина, если у вас есть высыпание акне, например, там. И обязательно после него должно быть увлажнение. То есть просто так проходиться им бесконечно 2 раза в день по лицу, чревато ожогом и сушением кожи, обезвоженностью, поврежденным защитным барьером, раздражением и так далее. То есть это средство такое точечное, скажем так, точечное в плане чистоты использования. Я о нем говорила также в выпуске про гиперкератоз, акне на теле, вросшие волосы и так далее. Посмотрите обязательно. Там, где мы используем такие средства для тела, в том числе, если есть какие-то участки, где нужны кислоты. Здесь набор как раз-таки гликолевая, яблочная кислота и молочная, которые вместе прекрасно работают с отшелушиванием. За счет количества достаточного глицерина, который добавлен в этот тоник, он не создает прям жуткого и сушающего воздействия. Я раньше даже использовала его локально, это зону на лице, и никакой проблемы не было. Но для тела, для спины тоже прекрасно. Обязательно после него наносим увлажняющий крем, еще раз повторюсь. Далее, что я бы здесь упомянула, и вообще, кстати говоря, он обновился. Это уход 3-регул у бренда Урьяш, у гаммы ИСЯК, я уже заговариваюсь, 3-регул плюс. Он обновился по составу, здесь добавили компонент для микробиома, что, опять же, позитивно влияет на проблемную кожу в том числе. Что из себя этот уход представляет? Проще говоря, это крем с кислотами. Помимо кислот здесь еще много успокаивающих и восстанавливающих компонентов, экстракт солодки, производные центеллы, что очень хорошо влияет и нивелирует воздействие кислот. Из кислот здесь гликолевая, молочная, салициловая, которые будут работать, опять же, с черными точками, высыпаниями, забитыми порами, но очень мягко. У меня этот крем использует Макс, очень любит его в ночном уходе. Кстати говоря, даже при частом использовании он не доводит до раздражения, этот крем, он как раз-таки скомпенсирован компонентами в составе. Вы его наносите на очищенную кожу лица, как самостоятельное средство. То есть не точечно, не в качестве сыворотки, а просто как самостоятельный крем. Плюс у него хорошая увлажняющая база, и он сам по себе не высушивает прям до сухарика за ночь лицо. Если у вас кожа не плотная, не слишком жирная, то вы можете его наносить там 1-2 раза в неделю на ночь, но не каждый день. Например, утром обязательно СПФ. Здесь нивелируем и подбираем в себе определенный уход вокруг кислот и чистоту применения этих кислот. Это очень важно. Но рекомендовать могу, я вижу, как он работает, поэтому с мелкими высыпаниями, с какими-то единичными высыпаниями, как раз-таки черными точками он прекрасно справляется на регулярной основе. Еще один крем, который в этой гамме ИСЯК я рекомендую, это крем восстанавливающий, опять же, когда вы кожу пересушили активами либо медикаментозным лечением, называется он крем ГИДРА. У него достаточно плотная текстура, но не маслянистый финиш, как, например, у Биодерма Себиум ГИДРА, который многих смущает, очень хорошо увлажняет, справляется с тем, чтобы даже использовать его, если у вас нет какой-то пересушенности, вы просто хотите базовый крем, достаточно интенсивный для ночного ухода, например, для кожи проблемный, то вы можете тоже обратить на него свое внимание. Еще в этой гамме у меня была маска ГАМАЖ. ГАМАЖ. Это маска с полирующими очень мелкими частичками. Я, конечно, такие механические абразивы не очень люблю, но маска интересная. Если вы любите подобное, то она вам, скорее всего, понравится, потому что это глиняная маска, которую можно либо просто нанести слоем и смыть, либо даже использовать как такой полирующий гаммаж один-два раза в неделю, опять же, для очень плотной, нечувствительной кожи, склонной к жирности и так далее, когда у вас нет активных воспалений. Потому что частицы абразива мы не используем, когда у вас активные воспалительные элементы акне. Это очень важно. И последний пункт в гамме СЯК – это, конечно, локальные средства. У них есть либо стик, который, с одной стороны, имеет такую типа болтушку спиртовую для подсушивания локальных элементов, а с другой стороны стик тонирующий, который жуткого такого рыжего оттенка. Я не знаю, кому он может подойти. Мне этот формат вообще не зашел, я его даже не закончила до конца. А вот пасту я покупаю с годы, наверное, 18-го на регулярной основе до настоящего момента, пока не отпала необходимость в таких средствах. Паста – потрясающее средство, которое пригодится вам в косметичке на случай, когда неожиданно вылез какой-то прыщ. Причем подкожный прыщ, который необходимо купировать сразу же, у которого есть объем, покраснение, и необходимо скорее его как бы вызревание спровоцировать. Вот как раз эта паста, она подсушивает, уменьшает этот объем элемента, покраснение и способствует тому, что этот элемент быстрее проходит, что очень важно. Ее наносим после всех этапов ухода. Точечно, она заметная на коже, поэтому делать это лучше на ночь. Я не знаю, сколько я банок извела, у нее уже и дизайн поменялся, и тем не менее, ее свойства также прекрасны. Это то, что стоит просто иметь в косметичке. Я всем ее рекомендую, она не раздражает, не повреждает как-то кожу, она прекрасно справляется именно с воспалительным элементом. И чем раньше вы на элемент ее нанесете, тем будет эффективнее. Несколько вот так ночей подряд наносите, элемент очень быстро проходит. Практически последнее, что у нас осталось, это гамма Борисан. На самом деле солнцезащитные кремы, вообще спрей и прочее у бренда Урьяш я обозревала очень много раз в своей рубрике о солнцезащите. Есть отдельный плейлист, вы можете там посмотреть или уже видели ранее. Поэтому я просто отмечу три средства, которые я люблю, использую сейчас, либо недавно использовала. Это спрей Дымка, который из ПФ50 я применяла даже для лица, для обновления. Также прекрасно он подходит для тела, он мне понравился, у меня никаких нареканий не вызвал. Комфортно обновляться, комфортно наносить. И, собственно, защита от солнца тоже рабочая. И два средства, которые я использую сейчас, это стик для губ Борисан из ПФ30. Я покупаю уже его повторно. Защита кожи губ очень важна, если вы особенно склонны к пигментации, потому что по контуру губ пигментация весьма неприятное явление и сложно выводится. Эта гигиеничка простая по своему эффекту, в плане, что она ни жирная, ни липкая, ни заметная, ни горькая, если попадает на слизистую. Просто нанесли и пошли. У меня она всегда в сумочке, я при выходе на улицу я наношу, все отлично. То, что я купила в этом сезоне, тоже уже обозревала, это Борисан минеральный стик, потому что есть еще стик желтый на химических фильтрах в этой гамме. Использую его для открытых участков, типа шеи, рук, кистей, то, что бывает забываю нанести или обновиться, и не очень удобно это делать форматом кремовым. Поэтому я его использую, у него здесь тинт, он немножко подкрашен, чтобы не выбеливать, но тинт очень приятного телесного оттенка, который не заметен на коже. На лице не понравился, потому что туго наносится, очень тяжело распределяется, он восковой, поэтому его достаточно сложно носить на лицо. Ну вот где-то руки, где-то ушки, может быть открытые участки, обязательно наносите туда солнцезащиту в таких форматах, никаких проблем вызывать не будет. И последнее, что у нас осталось в этом видео, очень затяжном, я думаю, он получился достаточно объемный и очень сложный в создании, но наконец-таки мы дошли до последней гаммы, это гамма ксимоз. Гамма ксимоз создана для кожи сухой, атопичной, в принципе, это прям моя остановочка, и я практически все из этой гаммы перепробовала. Давайте опять же выделю фаворитов. Первый пункт это очищающее масло, которое я неоднократно хвалила на своем канале, и про масла для душа, пожалуйста, загляните в отдельное видео, чтобы не путать это с гидрофильными маслами. Это просто очищающее средство в текстуре масла. Это не гидрофильное средство, и предназначено оно просто для очищения вместо геля для душа. У гаммы ксимоз оно прекрасное, оно хорошо очищает, оно смягчает кожу, не раздражает, хорошо пенится, оно у них замечательное. Из очищения, то, что я попробовала недавно, и уже это попало в мои фавориты, это вариант Синдета, очищающий гель, который пенится при контакте с водой, предназначен для очищения сухой кожи тела. Ну и для лица, соответственно, для детей и взрослых, причем новорожденных. Я его попробовала и для тела, и для лица, и он мне очень нравится. Я хочу в большом формате с дозатором, потому что он пенится, хорошо очищает, не раздражает, не сушит, и он без отдуши, как и вся эта гамма ксимоз. Потрясающий гель, я его прям рекомендую. Из того, на что стоит заменить свой классический гель для душа или мыла, если вы таким пользуетесь, при том, что у вас атопический дерматит, то обратите внимание на этот Синдет. Либо просто сухая кожа, то вам стоит переходить на Синдет и средство без мыла, как, например, этот ксимоз, очищающий гель. Что я еще люблю из этой гаммы? Это бальзам липидовосстанавливающий. У меня много раз он был. Это формат у меня сейчас 200 мл, пустая банка. Кстати, обратите внимание, они сейчас стали менять свои тубы и сокращать количество пластика здесь на крышке. Ну и крышка сама стала мягче, удобнее, честно говоря. Она мне стала нравиться больше. Но я всегда эмалент и стараюсь бутылку с дозатором покупать, потому что каждый день это наносишь очень неудобно. Бальзам жирненький. Бальзам оставляет такое немножко сияние маслянистое, но при этом долго держит увлажнение, прекрасно справляется с сухостью кожи. Поэтому я его люблю. Мне он нравится. Если у вас экстремально сухая топичная кожа, попробуйте обратить внимание. У них есть еще версия крема. Я ее не пробовала, но она, по идее, должна быть просто менее жирная, чем бальзам. Еще у них есть отдельно крем для лица в Камиксимоз. Это интересный вариант эмалента для лица. То есть, когда у вас сухая топичная кожа, вам нужен крем для лица базовый, но при этом крем для тела для вас, например, жирноват при нанесении на лицо. Вот этот крем Ксимоз для лица, он так называется Face Cream, очень классный. Он насыщенный, питательный, увлажняющий, хорошо справляется вообще с ежедневным уходом, если у вас очень сухая шелушащаяся кожа, прекрасный. И как раз-таки он не раздражает кожу, склонную к атопии, чувствительности, раздражению и так далее. И последний классный экземпляр – это уход для контура глаз с такой нежной кремовой текстурой, которая справляется с шелушениями, с сухостью, с тянутостью. В принципе, похож на Toliderm, но скорее здесь текстура более насыщенная, если очень сильная сухость, у вас атопичная кожа, например, кожа век в том числе, то попробуйте. Мне он очень нравится. Я зимой его извела, рука очень тянулась, приятно было использовать, никаких нареканий не вызвал. Тоже это у меня пустая банка. Надеюсь, это видео было для вас интересным, полезным. Вы нашли для себя какие-то, может быть, на заметку продукты. Поделитесь тем, что вы любите или не любите у бренда Урьяжа. Будет интересно почитать, совместить свои впечатления с вашими. И, конечно же, не забывайте переходить по ссылкам в описании. Не забывайте переходить в мой Telegram, подписываться на YouTube-канал. Это все меня очень мотивирует к тому, чтобы снимать новые ролики после такого небольшого, но тем не менее, перерыва. Очень сложно возвращаться. Поэтому встретимся с вами в новых видео. Всем до новых встреч. Пока!